Сегодня в телевизионное агентство Урала пришло, ну так скажем, обращение с фото-видео вложением после знакомства, с которым тихая грусть берет от осознания того, до каких низот бездуховности, с приемчиками незабытыми со времен разборок в детских песочницах, способные докатиться люди, взрослые вроде, и наверное даже среди своих близких, почитаемые как адекватные, если они соседи, а между ними пробежала какая-то черная кошка. Пишет нам, не представляясь, но четко называя Фио Супостатов, женщина, живущая в высотке на ЖБИ, опять же без адреса, но судя по фото, где-то рядом, если не в самой высотке под номером 4 по улице Высоцкого у Малышевского моста. И рассказывает бедная, но безымянная женщина, мать почти грудного ребенка, о том, как у них с соседкой Юлей идет война, и вот один из ее эпизодов. Юлия исполняет на ударных. Ну так-то это, конечно, ужас, и совершенно непонятно, не требуется ли экстренная психиатрическая помощь ближнему творящему это. Понятно, что так просто эти концерты не заканчивались. Цитата. Много раз, конечно, мы вызывали наряд, но она никогда не открывала дверь, выключала свет, типа ее нет дома. Конец цитаты. Ну а вообще, когда события излагает лишь одна, сторона конфликта, возникают сплошные недомолвки и умолчания. Вот, например, агрессия как бы без повода. Цитата из письма. Началось все в карантин. Такая-то по фамилии Юлия, ничего не объяснив, разбила нам окно в подъезде, на этаже, испортила стены, двери, сломала звонки. Конец цитаты. Потом, конечно, выясняется, что соседка сходит с ума от того, что сверху по полу бегает полуторагодовалый малыш. Еще одна цитата. Первого ноября я сидела и играла с сыном. Он спрыгнул два раза со стула, и она начала долбить по батареям, не переставая. Я не выдержал и начала в ответ топать. И тут ее понесло. Она облила йогуртом двери, стены, потолок на этаже в подъезде. Нашу машину и потом со своей квартиры, 13 этаж, бросала на машину различные предметы, вследствие чего образовалась трещина на лобовом стекле. Конец цитаты. Ну а дальше снежный ком взаимных обид взрослых детишек, не способных договориться, но любителей попакостить, докатился до уголовщины. Ну нет, пока что в том смысле, что до взаимных обвинений в уголовных преступлениях, выдуманных, видимо, от большого ума. Почти последняя цитата. Мы написали на нее заявление в полицию. Видимо, ей это не понравилось. И она написала на нас заявление, что якобы мы избиваем своего ребенка, и мой муж избил ее в лифте. Естественно, мы написали на нее за клевету. Тут подключился ее муж. Он разбил наше окно в гостиной из рогатки пулями. Одну такую пулю мы нашли в подъезде. Конец цитаты. Возникает у нас естественный вопрос. А что же вы хотите от нас? Просто опозорить соседей еще круче, чем заявлением в полицию? Ну, наверное. Только ФИО их мы поминать не намерены, не услышав ни единого слова их версии событий. Ну, а если все же хотите совета, что вряд ли, то кто-нибудь другой, но не мы, может быть, Одной стороне посоветует смириться с тем, что полуторагодовалый малыш имеет право ходить, бегать и, о ужас, даже прыгать в своем родном доме, причем в любое время дня и ночи. Ну, а второй стороне тот же некто посоветовал бы, наверное, в ответ не доводить до бешенства беднягу дополнительными прыжками взрослой тети, отчего соседка бьется потом головой об батарею полночи. Ну, и еще она, та, что снизу, тоже, в общем-то, имеет полное право делать вот это, при этом самостоятельно выбирая репертуар. Вот уж точно последняя цитата. Каждый день после 21.00 она врубала музыку, одну и ту же крутила на всю катушку, бегала по всем комнатам с ней. Конец теперь уже всех цитат. И жаловаться на это не менее глупо, чем на ребенка. А вот услышать друг друга и отказаться от взаимных подобных действий как-то надо себя заставить, посоветовал бы вам кто-то, а нам, пожалуйста, об этом больше не пишите.